Вавель – символ не только Кракова, но и всей Польши. Это как Киево-Печерская лавра для Украины или Кремль для России. На холме, на берегу Вислы, в самом центре города расположился целый комплекс, королевский замок, кафедральный собор и сооружения. Королевская дорога, которая идет через весь центр Кракова, заканчивается у стен Вавельского замка. По-польски Вавель – это холм. Построили на холме замок, так и назвали. Со стен крепости открывается отличный вид на реку Висла. Немного истории. В XI веке местные племена поселились на холме на берегу Вислы. Через 200 лет чешский король Вацлав II построил вокруг каменные стены. Простолюдинов выгнали, а в середине XIV века польский король Казимир III отгрохал себе здесь готический замок. Он стал королевской резиденцией на долгие годы. К несчастью, Вавель часто горел. После очередного пожара король решил не заморачиваться с ремонтом и просто перенес свою резиденцию, а вместе с ней и столицу – в Варшаву. Иностранцы замок не жаловали. Шведы после Северной войны его сожгли, австрийцы разграбили и превратили в казармы. Потом замок решили перестроить в крепость. Но в 1905 году поляки выкупили у австрийской империи Вавель и начали реставрацию. А с 1930 года и до наших дней выступают в качестве музея. Вход на территорию Вавеля бесплатный, но за вход в любое здание или помещение нужно отдельно заплатить. Посещение обойдется примерно в 100 злотых. Это чуть больше 30 долларов. Также рядом с собором есть отдельный вход к захороненной семье польского президента Кочинского, которые трагически погибли в авиакатастрофе. У подножия замка можно найти и дракона, символа города, который периодически выпускает огонь. Когда будете в Кракове, обязательно посетите Вавель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok